районе. Красивый сквер, памятник классику, недавно отстроенный фонтан и прекрасные песни. Традиция концертов на открытом воздухе продолжается. Приезд на родину звезды мировой оперной сцены Вероники Джоевой каждый раз становится радостным событием для всех ее поклонников. Прославленная певица, выступающая на лучших мировых сценах, с особым трепетом относится к остинской культуре. В этом году по инициативе Вероники в Схенвале пройдет международный музыкальный фестиваль. События в культурной жизни такого уровня трудно переоценить. Это и престиж возрождающейся республики и возможность проявиться ее талантом. О фестивале и возрождении остинской культуры шла речь на встрече президента республики Леонида Тибилова с оперной дивой. Эльвира Тибилова с подробностями. Глава государства Леонида Тибилова поприветствовал гостю, нашу соотечественницу, звезду оперы с международным именем. В частности, отметив, что ее деятельность вызывает большую гордость у всей Осетии. Президент поблагодарил артистку за огромный вклад в прославление Южной Осетии и остинского народа. Леонида Тибилова отметил большое культурное значение международного музыкального фестиваля «Звезда Алани», который будет проходить с 18 августа по 2 сентября в республике. Штабы для Южной Осетии – это в парне. Мы всегда будем вас приветствовать. И всегда мы слышим, что Южная Осетия, она набирает темп. Я думаю, что даже вот этот фестивал внесет определенный штрих в развитие и укрепление в целом нашего государства. Вероника Джоева выразила благодарность главе государства за поддержку культуры. Артистка отметила, что надеется на то, что в ходе фестиваля будут выявлены новые таланты Южной Осетии. Победители, отметила певица, будут иметь возможность показать свое мастерство и на европейских сценах. Вероника Джоева поделилась с президентом идеями, которые она планирует осуществить, в частности, проведение рок-оперного концерта. И то есть такие музыканты дали согласие. Кармухина, фестиваль 40. Я хочу, что вот, допустим, парк Горького, Александр Белых, да, Кармухина и наш подворной вместе. Гулегина хочет приехать. Муж и Метрепко, Анина, Дена, Гулегина. И Метрепко привезут, тоже не проблема. У одного педагога учились. Леонид Тибелов отметил, что 20-летний период войны повлиял на состояние культурной жизни республики. Это, осталось, серьезный след. Поэтому мы должны работать над культурой, собственной культурой, всего нашего народа. Понятное дело, и, конечно же, да, любой, скажем, концерт такого великого, да, мастера, конечно, по-другому будет влиять на психологию, самосознание. Это очень важный момент. Мы должны развивать их на этой музыке. Я очень, скажем так, отношусь к этой сфере. Я знаю, спасибо. И, там, где у меня будет возможность, обязательно будем поддерживать. Глава государства вручил оперной диве паспорт гражданина республики Южная Осетия и памятную монету, выпущенную в честь 155-летия Коста Хитагурова. Это как напоминание о том, что Южная Осетия любит, ценит, уважает, уважает, уважает. Эльвиря Тибилова, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в Абхазии отмечают скорбную дату – день начала грузино-абхазской войны, которую в республике называют Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов. Этот день в календаре Абхазии значится как день памяти защитников Отечества. 23 года назад, 14 августа, Грузия под видом охраны железной дороги вела в Абхазию свои войска, после чего завязалось вооруженное противостояние, переросшее в грузино-абхазскую войну. Боевые действия длились 413 дней и завершились поражением грузинских вооруженных сил. В этой войне с абхазской стороны участвовали до 12 тысяч человек. Ее жертвами стали более 2700 человек. Более 5000 получили ранения. Сегодня с утра во всех городах и районах республики возлагали двиньки и цветы к памятникам и могилам погибшим. Леонид Сибилов направил телеграмму на имя президента республики Абхазия Рауля Хаджимба по случаю Дня памяти защитников Отечества в Абхазии. В послании главы государства говорится о героической победе абхазского народа под руководством выдающегося государственного и общественного деятеля страны Владислава Ардзимба. Президент отметил победу абхазского народа, еще раз доказавшего миру, что волю народа к свободе и независимости нельзя сломить никакими войнами. От имени народа Республики Южной Осетии и от себя лично Леонид Сибилов выразил слова солидарности братскому абхазскому народу по желанию мира, счастья и процветания. Другим темам. Председатель правительства Доментий Кулумбегов совершил инспекционную поездку в Ленингорский район республики. Строящиеся объекты, условия жизни людей, медицинское обслуживание населения, образование – все эти вопросы интересовали главу кабинета министров. Подробности в репортаже Яны Плеевой. С целью ознакомления с ходом строительства различных объектов в Ленингорском районе с рабочей поездкой побывал председатель правительства Доментий Кулумбегов. Вместе с главой районной администрации были осмотрены строящиеся клуб, территория рынка и другие социально важные объекты. В здании клуба в ближайшее время начнутся внутренние отделочные работы. Расширена сцена, зрительный зал планируется на 250 мест. Кроме того, строятся дополнительные помещения для раздевалок и душевых комнат. Также сохраняется и внешний вид здания, простоявшего не один десяток лет и представляющего собой памятник архитектуры. Лепнина уже реставрируется. Мы снимаем старушку потом, куда лепнина, все остается там. Как мы их первый раз с вами разговаривали? Какой у него? Бежевый будет цвет. Бежевый цвет. Так точно. Купотушка вытарает, просто с лепнина. Ну и так. Ну, текстурная краска будет. Строительная фирма, работающая на этом объекте, пообещала сдать его в эксплуатацию 18 декабря, чтобы все новогодние мероприятия были проведены на новой сцене. Председатель правительства также осмотрел старое здание на территории рынка, готовящееся к восстановлению для складских помещений и вещевых точек. Есть предположение, что объект находится в аварийном состоянии, и для более детального его исследования приедут проектировщики, чтобы определить, подлежит ли здание восстановлению или сносу. Активная работа ведется и в здании дома-интернат. Восстанавливается спортивный зал. Здесь предполагается новое специальное напольное покрытие. Изменится и архитектура зала для более удобного использования. После завершения ремонтных работ появится много новых рабочих кабинетов, которые до этого не использовались. Кроме того, ремонту подлежат спальные комнаты детей, прачечные и ванные комнаты. В завершении обхода председатель правительства провел рабочее совещание по вопросам хода строительных работ. Те проектные решения, которые подключают активизацию работы на объектах, они были приняты в скором времени. Но в лучшей неделе, наверное, откладывают эти проекты. Не надо, иначе, ну и те объемы, которые должны стоить, и сможем стоить. Надо увеличивать количество людей на объектах. Фронт работ большой на объектах. И таким образом, таким образом, проходить на те результаты, на которые мы должны выйти. В целом процесс идет неплохо, но есть небольшие проблемные участки, которым необходимо уделить более пристальное внимание. Яна Плева и Дагочиева. Информационный выпуск сегодня. Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков недалеко от села Кохот были обнаружены и уничтожены 84 куста с признаками наркосодержащего растения. Указанные кусты были направлены в эксперто-криминалистический отдел МВД Республики Южная Осетия. Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений. Граждане, занимающиеся незаконным выращиванием наркосодержащих растений, будут привлекаться к уголовной ответственности в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если наркосодержащие растения необходимо сжигать, то в любом другом случае поджог травы, любое неосторожное обращение с огнем, небрежность на отдыхе имеют печальные последствия. Установившаяся в Республике жаркая погода, когда порой столбик термомета приближается к 40 градусам Цельсия, еще продлится. И вновь приходится возвращаться к теме пожаров. Пожарные расчеты МЧС благодаря самоотверженной службе пока держат ситуацию под контролем. Но без сознательности граждан ситуация может ухудшиться. Сухая жаркая погода провоцирует возгорание травы и кустарников практически повсюду. Возгорания опасны тем, что огонь может добраться до близлежащих домов, уничтожить урожай злаковых, лесные массивы. Ежедневно пожарные расчеты выезжают на тушение возгораний в Цхинвале и районах республики. Пожарные работают практически без передышки. По их словам, они не успевают вернуться в свою часть, как их вызывают по новой. Обычный сменный график смещен. Работают все и без отдыха. За сутки по республике бывают десятки вызовов. С утра, с десяти часов уже начались, так говорится, наши пожары. Это село Тамарошение. Четыре вызова было, четыре машины выехали туда. Я сам лично присутствовал сегодня там. Трава горит, не знаю, как порох. Бежит и догонишь его. Также в монастырь, вот в данный момент ребята работают в селении монастырь, там тоже сильно горит трава, подходит близко к лесу. Но попытаемся пресечь. В Агнееве с утра было возгорание в угле от селения. В селении ход сегодня был сильный пожар. Там, по-моему, еще не приехали ребята оттуда, конкретно пока информации не владею. Но, по-моему, сгорел там сарай. И работало там четыре экипажа. Возгорания происходят почти по всей территории Южной Осетии. И, как сказал министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Санакоев, такие пожары могут принести большой урон. Уважаемые жители и гости республики, в течение длительного времени мы находимся в условиях аномальной жаркой погоды, что приводит к обострению пожароопасной ситуации. Перемене погоды метеорологи в ближайшие дни не прогнозируют. Сохраняется высокая пожароопасность. Обращаюсь к жителям и гостям республики с настоятельной просьбой объединить усилия по предупреждению пожаров. Необходимо остановить массовый поджог травы. Каждое возгорание в границах города и населенных пунктов предоставляет прямую угрозу населенному пункту. МЧС Республики Южной Осетии обращается ко всем гражданам и гостям республики. Не жгите сухую траву, пресекайте попытки поджогов, берегите природу, свою жизнь и жизнь своих близких. В условиях, когда пересохшая трава легко воспламеняется даже от непотушенного окурка, некоторые безответственные граждане намеренно поджигают траву, чтобы расчистить участки рядом со своими домами. Большую опасность возгорания травы представляют для лесных массивов. Это может стать подлинным бедствием. Еще раз призываем всех быть осторожнее с огнем на отдыхе и на природе и в городе. Не стоит рисковать здоровьем и своим, и окружающих, а порой и жизнью и подводить ситуацию к риску экологических катастроф. Эльвира Тибилова, Диана Кисева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня. Традиция концертов на открытом воздухе у памятника Коста Хитагурову продолжается. Это начинание принадлежит самобытной певице Алле Кокьон, которая на сей раз выступала не одна, а провела совместный концерт с другой нашей талантливой певицей Ланой Албуровой. Своими впечатлениями делится Елена Газаева. Министерством культуры и комитетом по молодежной политике, спорту и туризму был организован концерт в сквере имени Коста Хитагурова на давно излюбленном месте отдыха цхинвальцев. Две из выступавших давно известны и любимой цхинвальской публике. Алла Кокьон – талантливая самобытная певица и композитор. Ее выступления у памятника Коста уже стали доброй традицией. Она всегда не просто поет, но и общается со зрителями, среди которых не только поклонники, но и друзья, количество которых увеличивается с каждым разом. Лана Албурова – певица, композитор, культура. Ее неповторимый самобытный стиль, основанный на астинских этнических традициях, которые только она умеет интерпретировать в мистическом стиле. Ее ценят и знатоки, и любители музыки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Звучали давно известные полюбившиеся музыкальные композиции и премьеры песен. Зрители подпевали выступающим. На таких концертах становится понятным, как скучают цхинвальцы по подлинному искусству. Мы планировали, чтобы не одна Алла Кукова выступила здесь. Мы изначально говорили о том, что люди творчеством, занимающиеся, должны как-то показывать свое ремесло, показывать свой репертуар, показывать свое творчество, свой уровень. И мы предложили эту площадку в качестве эксперимента для всех желающих показать свой талант. Я считаю, что такие вечера нужно устраивать практически каждый день. Главное, чтобы менялся репертуар, чтобы как-то не заелось это все. Нужно, чтобы больше молодых людей. Как сказала Алла, перед началом своего выступления на таких концертах сам воздух наполняется и пропитывается прекрасной музыкой, песнями и творчеством талантливых людей. Лена Газаева, Аида Кочева, информационный выпуск «Сегодня». Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 15 августа. В Знаурском районе республики завтра, 15 августа, ясная погода. Днем температура воздуха плюс 30, ночью плюс 21. В Знаурском районе ясно, днем температура воздуха плюс 32, ночью плюс 25. В городе Квайса также ясно, днем 31 градус тепла, ночью плюс 20. В Ленинбургском районе Южной Осетии ясно, температура воздуха днем плюс 34, ночью плюс 26. В столице республики Вцхинвале ясная погода, температура воздуха днем 35 градусов тепла, ночью плюс 22. И это все, о чем мы вам успели рассказать. В вечернем выпуске информационной программы в 20.30 с новостями вас познакомит Ирина Габараева. А я желаю вам всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок